Закончить учебу любой ценой. В Медицинском университете Астана после жалобы студентов выявили более сотни незарегистрированных сертификатов IELTS по английскому языку, которые дают привилегии при поступлении в резидентуру, магистратуру и докторантуру. Досудебным расследованием сейчас занимаются правоохранительные органы. Все подробности в эксклюзивном репортаже Сабины Тургаевой. В Медицинском университете Астана разгорелся скандал. Студенты написали жалобу в ректорат, а также в Министерство образования и науки о том, что некоторые их сокурсники якобы купили сертификаты IELTS о сдаче экзамена по английскому языку. Началась проверка. Мы начали изучать этот вопрос и создали свою комиссию для внутренней проверки. Но дело в том, что чтобы проверить этот документ, выданный Международной организацией, необходимо войти в их базу. Это база закрытая, то есть доступ в эту базу закрыт. Когда зашла комиссия Министерства образования сюда, то они, пользуясь своими возможностями, вошли в эту базу и выявили 110 поступивших, которые отсутствовали в этой базе. Многие из тех, чьих имен не оказалось, в Международной базе данных тестирования сегодня обучаются по государственным грантам. Отечий сертификат и тест на подлинность прошли, вынуждены платить за свое образование. Именно они инициировали разбирательство. Вот фрагмент переписки между студентами в чате. Если это дело замнется, будем заново поднимать. Надеюсь, меня поддержат те резиденты, которые учатся на платном. Да кто вы такие, чтобы судить кого-то? Живем один раз, так что никому не возникать. Мы сделаем все, чтобы закончить эту резидентуру. Разводом? Это не ваше дело. По словам исполняющего обязанности ректора Медуниверситета Астана, для получения послевузовского образования претенденты должны сдать два экзамена по английскому языку и по специальности. Сертификат IELTS не обязателен, но его наличие дает студенту привилегию при поступлении. Он не обязателен. Обязательным является успешная сдача экзамена по английскому языку. Но при наличии этого сертификата в соответствии с теми же типовыми правилами, поступающий освобождается от сдачи по иностранному языку и ему автоматически засчитывается максимальный балл. Студенты, чьи документы не удалось обнаружить в базе IELTS, пока продолжают обучение. Как нам сообщили в ДВД, по факту подделки документов проводится досудебное расследование и материалы направлены на судебно-техническую экспертизу. Многие из этих ребят утверждают, что они обучались, что они ходили, сдавали. У этой организации есть филиалы. И вот только после окончания работы Департамента внутренних дел, после их принятия решения, уже мы дальше будем работать в этом направлении. Рассказать о проблеме нас просили студенты, чьи сертификаты подтвердили свою подлинность. Однако в последний момент давать интервью они отказались, как, впрочем, и другие. Есть только переписка. В общем, скажу прямо, так оказалось, что в решающий момент все наши соратники слились, в итоге никого нет. Когда мало нас, могут легко отчислить. Дело приняло более серьезный оборот, когда владельцы незарегистрированных сертификатов обвинили самих работников вузов в причастности к этому делу. В ответ на наш официальный запрос в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что 27 сентября к ним поступило заявление студентов о подделке с сотрудниками Деканата сертификатов о сдаче IELTS. Выяснением всех обстоятельств сейчас и занимается ДВД Астаны. Напрашивается вопрос, а сколько студентов по всему Казахстану смогли получить высший балл по английскому языку с помощью таких сертификатов? База данных ведь закрыта для вузов. Кто и как в дальнейшем будет проверять их подлинность, остается загадкой. Сабина Торгаева, Аяд Дусимбаев, Хабар-24, Астана.